Сезонные заболевания внесли свои коррективы в модные тренды. Теперь каждый может подчеркнуть свою индивидуальность средством защиты, изготовленным своими руками. Свой день рождения Олеся Корецкая решила провести с пользой – пошить защитные маски для всей семьи. Для этого ей пришлось вспомнить школьные уроки ОБЖ и труда и посмотреть несколько обучающих видео в интернете. Олеся говорит, маски можно пошить и вручную, достаточно иметь под рукой иголку с ниткой и кусочек хлопчатобумажной ткани. Но она человек основательный, да и вирус нешуточный, поэтому решила воспользоваться швейной машинкой. Как оказалось, шить маску вообще легко и просто, ну мне по крайней мере точно, потому что нужно всего лишь вот два квадрата 20 на 20, две вот такие полосочки 11 на 3,5 и две резиночки простые, ну сантиметров по 17. Складываем и нужно сколоть с одной стороны. Вот прошили, вот два шва, теперь выворачиваем, у нас тут лицевая сторона теперь. Ну, даже если не лицевой шить, думаю, ничего страшного, потому что назначение у маски все-таки не украшение, а защита. И вот здесь можно тоже прошить. Вручную, да, легко, вот это я уж тоже привыкла, что у меня машинка есть. Легко, что тут вот раз, два, я не знаю, три, четыре. По сути, четыре строчки, это я уж тут сейчас вот строчу, чтобы вид был симпатичный. А так для защиты, для успокоения, в принципе, вообще легко. В такую истерику, что нет масок, люди пишут вот в чатах, я обижала 6 аптек, нет масок, мы все умрем. Нет, ничего подобного, в общем, во всем можно найти какой-то выход. Вот даже если нет масок, можно сшить самим. Ну, и можно стирать вот эту маску, можно прогладить утюгом, в принципе. Вот многие говорят, что достаточно прогладить очень горячим утюгом, а это же хлопок, его можно. Вот, и, в общем-то, будет достаточно, чтобы использовать ее повторно. Потому что вот, ну, куча одноразовых, сейчас если даже представить, сколько мы их сейчас используем. Вот эти узкие полосочки нужно сложить, получается, как пополам, с двух сторон, чтобы вот края примыкали друг к другу. И так вот аккуратненько прогладить. Вот, чтобы получился такой вот, как, не знаю, желобок. И со второй то же самое. Теперь берем маску нашу будущую. И вот теперь ее нужно прогладить так, чтобы получилось, ну, три складки. Главное, чтобы просто были складки, и в итоге получилась такая вот маска чуть короче, чем вот эти наши полосочки. Мы можем ее даже так прогладить. В какой-то момент я вдруг поняла, что мне так нравится шить вот из куска ткани, из бесформенного что-то создавать. Вообще вот этот момент мне нравится, когда из частей собираешь, собираешь что-то, кажется, что-то непонятное, обрезки, какие-то нитки висят, что-то все торчит. А потом в какой-то момент берешь это и так раз, и вещь получилась. Вот как фокус. Вот эти полосочки, которые мы загладили, это как вот, по типу обтачек. Надеваем на маску сбоку, закрепляем булавками. И вот здесь нужно аккуратно прикрепить резинку. Вот сюда. Можно использовать несколько раз, то есть нашить несколько масок и просто вот так вот с собой носить, ходить по улице и пользоваться спокойно. Здесь вот прошито на машинке, все это можно сшить руками, без машинки. То есть все, у кого есть иголки и нитки, они, наверное, у всех есть, могут себе сшить такую маску руками. На изготовление маски в домашних условиях мы потратили примерно 15 минут. В отличие от аптечных, она более мягкая и служит намного дольше. Елена Малютина, Николай Епифанов, События. КОНЕЦ Продолжение следует...